В Центре реабилитации «Родник» проходит региональный форум, посвященный языку Брайля. Уникальная рельефно-точечная система, которая позволяет слепым овладеть грамотой. Ключевое событие форума «Конкурс чтецов». Яна Саварина подробнее. 24 претендента, 2 минуты и непростой текст. В этом году участники конкурса читают Карамзина. История государства российского для взрослых, бедная Лиза для детей. Дмитрий здесь новичок, он еще учится в школе. Систему Брайля начал осваивать в первом классе. Освоил я его просто на слух полностью. Говорили о расположении точек, то есть какая-то буква. Не оставалось выбора. Пришлось учиться осваивать Брайль, чтобы как-то устроить свою жизнь. Жюри оценивает и скорость, чтение и точность. Нет выразительности, минус балл. Участник может читать как по старинке, так и использовать и новые технологии. Сражались не стеною, не рядами, сомкнутыми, но толпами. Нина Григорьева выбрала компьютер. Книга, видите, какая большая, громоздкая. А если эта книга еще имеет 15 таких книг, так это вот такая стопа получается высокая. Куда с такой книгой? Потому для инвалидов сейчас разработан целый арсенал технических средств. Вот прибор для обучения языку слепых. А это устройство Эль Брайль. Все, что вы можете делать на компьютере, вы можете делать на этом устройстве. Но преимущество его в том, что его можно везде взять с собой. А это второй этап конкурса. Письмо по Брайлю. Своеобразный диктант. Правило, как в школе. Писать грамотно, расставлять знаки припинания. Это особое такое, понимаете, общение с книгой. Его не заменят новейшие технологии. Компьютерные и так далее. Прослушивание, звуковые книги. Только система Брайля обеспечит грамотность слепому. Двухдневный форум продолжит круглый стол и книжная выставка. А уже в 2018 в Тюмени хотят провести всероссийский конкурс чтецов по Брайлю. Яна Пелеховская и Владимир Кондратьев. Тюменское время.